Я даже затрудняюсь назвать его великим человеком. И не потому, что он не был достаточно велик, а потому, что он был недостаточно человеком. Философ Владимир Сергеевич Соловьев о Петре I. Впрочем, куда более оптимистично отзывался об императоре Александр Сергеевич Пушкин. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Для солнца русской поэзии Петр Великий был целая всемирная история. Так, на знаменитом памятнике тысячелетия России, который находится в Великом Новгороде, содержится более сотни фигур знаковых исторических деятелей. И весьма символично, что центральное место на монументе занял образ Петра Великого. Тень его исполинской двухметровой фигуры простирается сквозь века в наше время. Он как бы разрезает отечественную историю на два периода – до Петровский и после Петровский. Как замечал Федор Иванович Тютчев, русская история до Петра Великого – сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело. При этом большую часть XVIII века историография Петра носила апологетический характер. Так, современник Петра и один из первых русских историков Василий Никитич Татищев замечал, Петр – это великий государственный деятель, создатель могущественной империи, человек, благодаря которому Россия пошла по пути мировой цивилизации. Ему вторил Михаил Васильевич Ломоносов. С кем сравню великого государя? Тот, который всесильным мановением управляет небо, землю и море. Дыхнет дух его и потекут воды, прикоснется к горам и воздымятся они. Однако в конце XVIII века начался пересмотр образа императора. Процесс этой ревизии начал знаменитый публицист Екатерининской эпохи Михаил Михайлович Щербатов. Он называл Петра разрушителем русских национальных устоев. Щербатов подчеркивал, что реформы Петра были блестящей ошибкой. И вот именно с конца XVIII века, в целом признавая величие Петра, историки начали указывать и на негативные проявления его персоны. Николай Михайлович Карамзин, коломб российской истории, отмечал, да, мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр. Он велик, велик без сомнения. Но еще мог бы возвеличиться больше, когда бы нашел способ просветить ум россиян без вреда для их гражданских добродетелей. Неудивительно, что именно фигура Петра вызвала и первую в России общественно-политическую дискуссию. Ее отцом считается Петр Яковлевич Адаев, известный сторонник западной модели развития России. Тем не менее, к фигуре первого императора он отнесся достаточно скептически. Петр недооценил свой народ, когда захотел натянуть западный мундир на эту в сущности космополитическую цивилизацию, являющуюся достоянием всех. Неудивительно, что идеи Чаадаева вызвали раскол среди двух групп интеллектуалов – западников и славянофилов. Так западники превозносили Петровские преобразования. Благодаря ним Россия стала великой державой. А славянофилы, напротив, негативно оценивали Петровские реформы, из-за которых были разрушены национальные устои. Но ярче всех в те же 40-е годы XIX века Значение личности императора определил историк Михаил Петрович Погодин. Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января 1841 года. Петр Великий велел считать годы от Рождества Христова. Петр Великий велел считать дни от января. Пора одеваться. Наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым. Мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завел он. Шерсть настрижена с овец, которых развел он. Попадается на глаза книга. Петр Великий вел в употреблении этот шрифт. И сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее. Этот язык появился при Петре. Он сделался при нем письменным, литературным, вытеснив прежний церковный. И так далее. К орифеи исторической мысли Сергей Михайлович Соловьев отмечал, что предпосылки для его реформ были созданы еще в 17 веке. Так народ собрался в дорогу. Ждали вождя. И вождь в лице Петра явился. Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа. Он сознал, что его обязанность вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации. Парадоксальным образом оценил значение императора, любитель исторических анекдотов Василий Осипович Ключевский. Петр делал историю, но не понимал ее. Чтобы защитить отечество от врагов, Петр опустошил его больше всякого врага. После Петра государство стало сильнее, а народ беднее. Именно Ключевский первым обратил внимание на революционный характер политики императора. Реформа Петра была революцией, но не по своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое произвела на умы и нервы современников. Это было скорее потрясение, нежели переворот. Как замечал Александр Иванович Герцен, под императорской порфирой в Петре всегда чувствовался революционер. После Великой Российской революции 1917 года поэт Максимилиан Волошин напишет, «Великий Петр был первый большевик, замысливший Россию перебросить склонением и нравом вопреки за сотни лет к ее грядущим далям». В советское время, несмотря на общую критику царизма, отношение к Петру оставалось скорее позитивным. Так нерадивый ученик из фильма Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» замечал, после Петра России очень не везло на царей. Современный философ Леонид Поляков обратил внимание, что Петр стал одной из опорных исторических фигур для советского времени. Например, изображение медного всадника по-прежнему оставалось одним из символов страны. Например, присутствовало на обложке Ленфильма. Главным же биографом Петра стал удивительный историк Николай Иванович Павленко, родившийся на Кубани за год до революции и умерший в 2016 году в столетнем возрасте. За долгий век своей жизни историк создал по-настоящему огромную галерею портретов исторических деятелей XVIII века. Центральное место в ней без сомнения занимает фигура Петра Великого. Так его биография с авторством Павленко выдержала вот уже 9 изданий в серии «Жизнь замечательных людей». Для Павленко Петр – это деятель не просто российского, а мирового масштаба. С одной стороны, его реформы проводились за счет огромных жертв трудового населения. Но с другой стороны, это вовсе не исключает вот этой громадной общенациональной значимости преобразований. Петр – это самодержавный царь, выразитель интересов своего класса, который насаждал новое, убирал старое, при этом варварскими средствами. Он был сыном своего века, но он был подлинно велик, ибо заботился о судьбах страны и росте ее могущества. То, что сделал Петр вместе с народом и против народа, оказало огромное влияние на последующие исторические судьбы не только России, но и во многом Европы. В свою очередь, современный историк, профессор РГГУ Игорь Владимирович Курукин отмечает, что преобразования Петра были не только масштабными, но и противоречивыми. Для России они означали смену эпох, конец Средневековья и начало нового времени, но с признаками модернизации. Масштаб реформ был огромен, как и сама личность Петра, но при этом реформы стоили дорого. Так российская модернизация, которая проводилась рабами регулярного государства, неуклонно сворачивала на казенно-крепостнический путь. В свою очередь, Владимир Николаевич Рудаков, главный редактор научно-популярного журнала «Историк», отмечает, что Петр – это один из создателей российской государственности. Он сочетал в себе все возможное многообразие черт человеческой личности. Грозный, жестокий, хитрый, гневливый, царь-плотник и царь-бабник, царь-выпивоха и царь-просветитель, одновременно величественный и не по-царски простой. Это все Петр I. Современный классик исторической мысли Евгений Викторович Анисимов отмечает, что Петр – это незаурядный человек, у которого была идея правления с наибольшей пользой для страны. Это был титан, который ради отечества не пожалел ни свою жизнь, ни жизнь подданных, ни даже жизнь своего собственного сына. Но Петр при этом не просто три шкуры драл с подданных, он подавал им личный пример служения родной стране. И поэтому у Петра до сих пор очень высокая репутация, поскольку он не воровал и всеми силами добивался этой сверхзадачи – создания сильного регулярного государства. Поэтому, как отмечает Анисимов, Петру нет равных в русской истории. Это понимали уже некоторые из его современников и вполне оценили потомки. У них гениальность Петра не вызывала сомнения, а масштабы его деятельности поражают своей грандиозностью. Замкнем круг истории Петра словами Пушкина. О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...